Какое образование мог получить Александр Невский? Это, конечно, вопрос очень сложный, по той причине, что до нас дошли буквально крохи от литературного богатства 13-го столетия. Но для того, чтобы понять Александра, надо, конечно, посмотреть, кто были его предки. Его отец был Ярослав Всеволодович, сын Всеволода Большое Гнездо. Соответственно, его дед — это знаменитый Всеволод Большое Гнездо, строитель Владимирских соборов, человек, который принес на Русь византийскую культуру, поскольку он сам был по матери византиец. Дальше мы смотрим Юрий Долгорукий. Юрий Долгорукий — основатель Москвы, это был, конечно, прежде всего воин, но это тоже был выдающийся государственный деятель. Ну и, наконец, Владимир Мономах, человек, который сам писал сочинения, писал по учению детям, в котором чувствуется огромная культура. Поэтому я хочу сказать, что князья до монгольского времени, князья XIII века — это, как правило, люди образованные, люди, начитанные в литературе того времени. И, безусловно, Александр Невский был, безусловно, грамотен и, безусловно, был человеком высокой духовной культуры и человеком, который был осведомлен о литературной деятельности того времени. Чем был Новгород? Чем он был для Александра Невского? Ну, тут надо вспомнить, что Александр Невский впервые отправлен был в Новгород, когда ему было 8 лет. Его отец Ярослав Всеволодович был великим князем Владимирским, и, как это обычно делалось, он посылал своего сына в качестве своего наместника в Новгороде. И Александр буквально вырос в Новгороде, и я уверен, что он любил этот город, и у него характер какой-то новгородский был, такой, знаете, размашистый, такой вот энергичный, авантюристичный немного. Вот такие были новгородцы, потому что перед ними лежала огромная Северная Русь, которую нужно было осваивать, колонизовать. Новгородцы очень предприимчивые люди, новгородцы очень хитрые люди, потому что в Новгороде постоянно идет борьба политических партий, постоянно какие-то политические интриги, кипит политическая жизнь. И вот Александр все это впитал в себя, и этот новгородский размах, и эту новгородскую хитрость. Я думаю, что он, приезжая в Новгород, чувствовал себя дома. Это было его, так сказать, гнездо. Вот это его значение для Александра Невского. Ну а значение для русской культуры, конечно, в это время Новгород — это хранилище культуры, спасения культуры до Монгольской Руси. Новгород ведь ни разу не был разорен татарами. Татары никогда туда не приходили. Хотя многие князья шантажировали Новгород, что вот если не заплатите, то мы приведем татар, и вам будет плохо. И новгородцы искали какие-то решения, кого-то подкупали, кого-то, так сказать, запугивали. Но практически Новгород никогда не был разорен. Поэтому там сохранялись и киевские былины, там сохранялось и книжное огромное, конечно, собрание в Софии Новгородской. И в этом отношении вообще роль Новгорода в русской истории, она уникальна. Новгород показывает, что история России — это не только история тюрьмы, но это история свободы. Новгородская традиция, подхваченная Псковом, Вяткой, — это традиция самоуправления. Это традиция, которая показывает нам, что наши предки любили свободу не меньше нас. И что когда было возможно ее сохранять, то они ее сохраняли. Новгородцы, я думаю, были люди, которые очень во многом похожи на нас. То есть вот когда мы читаем тексты этих берестяных грамот, те же повседневные заботы, те же какие-то мелкие интриги, те же какие-то мелкие ссоры. То есть это повседневная жизнь. Вот это редкий случай, когда мы можем посмотреть на повседневную жизнь средневекового города. И эта повседневная жизнь, я повторяю, она очень похожа на нашу. Мы чувствуем какую-то реальную близость с этими людьми, мы понимаем их проблемы. Они такие же, как мы, мы такие же, как они. Поэтому, конечно, это великое открытие археологии Новгорода. Но это еще раз показывает, что история России имеет, ну как бы сказать, многовариантность. Вот там, где эта история шла естественным порядком, там, где ее не ломали через колено крепостным правом и всевозможными диктаторскими, так сказать, эксцессами, там нормальное развитие общества приводило к развитию нормальных, полноценных, культурных, образованных людей. Ну, археологические раскопки в Новгороде, конечно, свидетельствуют о высокой бытовой культуре этого города. О том, что люди там находили возможности и в чистоте поддерживать свой город, и заботиться о каком-то благоустройстве, что они вообще чувствовали такое понятие, как город, как некую общность. Это очень ценная информация. По другим городам у нас просто нет источников. Возможно, и там также было. Но Новгород — это уникальный случай, когда мы можем знать, как жили наши далекие-далекие предки каждый день, о чем думали, о чем мечтали, из-за чего расстраивались. Ну, я думаю, что уровень развития вот этой повседневной культуры Новгорода, он, ну, во всяком случае, не ниже, а может быть и выше, чем уровень развития такой же повседневной культуры крупнейших западноевропейских городов, таких как Париж, Рим, Лондон и так далее. То есть наша страна в этом отношении не отставала, хотя условия жизни были гораздо более тяжелые. Но домонгольская Русь практически стояла на том же уровне развития, что и города Западной Европы. Почему Александр Невский отказался от Киевского престола? Ну, тут можно, конечно, гадать, но я думаю, что главной причиной было то, что Киев в это время был разорен. Там, собственно говоря, ему нечего было делать. Киев лежал в развалинах, народ был почти весь уничтожен. И поэтому править в Киеве не представляло для него никакой чести и никакой перспективы политической. Ну, а кроме того, он все-таки считал себя как старший брат. Как старший брат он должен был, конечно, получить Владимир. Но Владимир получил его брат младший Андрей. И вот здесь уже мы выходим на такую вот сложную историю, связанную и с семейными отношениями с братьями Александра Невского, и связанную с политикой Золотой Орды. Дело в том, что ведь в это время татары-монголы делились на две властные структуры. Одна имела центром Каракарум, то есть центр всей Монгольской империи. А другая властная структура — это Золотая Орда, который правил сначала Батый, потом его брат Берке. И вот отношения между двумя этими центрами власти были очень напряженными, враждебными. Хотя внешне они сохраняли пиетет по отношению друг к другу и до какого-то времени не вступали в открытую борьбу. То есть это была сложнейшая дипломатия. И нашим князьям приходилось стать частью этой дипломатии. И вот поскольку Александр Невский как старший был выдвинут Батыем, то Каракарум наоборот решил переиграть, показать свою власть и сделать на первом месте Андрея, а Александра поставить на второе место. Это была такая уловка с целью, во-первых, поссорить братьев, а во-вторых, показать, что они и там в Каракаруме решают, какая должна быть система власти, кто должен быть первым, а кто должен быть вторым. Так что я хочу сказать, что Александр Невский вынужден был быть постоянно крайне осторожным, чтобы не испортить отношения ни с одними, ни с другими, и чтобы не дать повода для нападения, для набегов татаро-монголов на русские земли. Что испытывали люди того времени, как они воспринимали татаро-монгольское нашествие? Ну, прежде всего, они его воспринимали как, ну, мы бы сейчас сказали, катастрофу, грандиозную историческую катастрофу. Но в системе понятий того времени это прежде всего религиозное осмысление этого события. Это гнев Божий, который обрушился на русскую землю за ее грехи, за грехи князей, за грехи простых людей. И вот этот гнев Божий, он должен прекратиться. И в этом отношении победы Александра Невского, которые он одерживал на северо-западе, они получили огромный резонанс по всей стране. О них говорили, ими восхищались. Почему? Потому что нужно было людям поверить в то, что Господь еще не совсем отказался от русской земли. Раз у нас есть эти победы, значит, Господь все-таки любит русскую землю. Да, Он ее наказал, но Он ее теперь милует, Он ее прощает. И поэтому есть надежда, что Господь освободит нас от этого. Мы должны быть праведниками, мы должны исправить свою жизнь, и мы должны быть мужественными. И тогда Господь вернет нам то, что Он отнял у нас. Я думаю, что был ли Александр, имел ли Александр какой-то выбор. Выбора у него, к сожалению, не было, потому что Орда была господствующей силой. И выступление против Орды, какие-то попытки мятежа, попытки восстания, они просто привели к тому, что придет новая карательная экспедиция, и последнее, что осталось на Руси, будет уничтожено, просто физически, просто будет мертвая страна. И, конечно, Александру Невскому тяжело приходилось съездить в Орду, унижаться, подолгу жить там, собирать эту дань, заставлять русских людей платить, когда они раньше не привыкли никому платить. Это было чрезвычайно тяжело. И мы должны вообще поклониться Александру Невскому за то, что он спас русскую землю своим собственным унижением, своими страданиями, своей жизнью в конечном счете, потому что он умер на обратном пути, возвращаясь из Орды, и, скорее всего, был отравлен, есть такое предположение, как и его отец, кстати. Но эти люди спасли то, что можно было спасти, спасли остатки Руси. И вот эти остатки, они потом постепенно начинают возрождаться. Александр Невский становится золотой легендой нашей средневековой истории. Последняя поездка Александра Невского в Орду в 1262-63 годах это во многом такое загадочное событие, смысл которой мы до конца не понимаем, потому что тут пересекалось несколько вопросов. С одной стороны, татары-монголы хотели провести мобилизацию русских воинов в свою армию, потому что у них намечалась там большая война на Кавказе. И это вообще обычная практика для монголов. У всех покоренных народов они собирали воинов и заставляли их служить в своих войсках. Но для Руси это было бы катастрофой. Она и так имела очень низкую плотность населения, огромное количество людей погибло. Если бы прошла еще вот такая мобилизация, то на Руси просто бы воинов вообще не осталось. Поэтому задачей Александра Невского было, конечно, любыми способами, как-то вот по выражению летописи, отмолить грозу, отмолить грозу, то есть убедить татар, что не надо трогать Русь, что у нас есть своя задача, мы держим оборону на северо-западе, что вот там есть враги, и мы владение Золотой Орды, так сказать, охраняем от врагов на западе, поэтому нас трогать не надо. Конечно, нужно было отвезти подарки, конечно, нужно было прекрасно ориентироваться во всей сложности отношений при Ханском дворе, потому что вокруг ханского трона, как обычно бывает, всевозможные фавориты, всевозможные партии, и все норовили друг другу, так сказать, устроить какие-то диверсии, какие-то неприятности. Поэтому Александр Невский, конечно, был великолепный дипломат. Вот это удивительное свойство, он сочетал в себе две очень разные, два очень разных таланта. С одной стороны, это герой, безусловно, это воин, который, очертя голову, бросается вперед и берет свои крепости, которым штурмует, как тогда говорили, изгоном, то есть стремительной атакой. Это нужно иметь такой темперамент, нужно иметь драйв, как говорится. Но с другой стороны, это человек, который имеет такую, знаете, холодную выдержку, прекрасный аналитический ум, который понимает, что нужно сказать в какой ситуации, где нужно поклониться, где нужно что сделать, кому что подарить. Сложнейшая дипломатия. Дипломатия, причем на лезвии ножа. Одно неосторожное движение, и ты пропал, потому что в Орде за все расплачивались головой. И вот удивительное сочетание таких редких качеств, как отважная, безоглядная смелость и в то же время спокойный, холодный, рассудительный ум, который позволил ему сохранять русскую землю в самых тяжелых условиях того времени. Действительно, отношение Александра к Западу – это тоже сложная и для историков очень интересная тема. С одной стороны, Александр Невский, конечно, как православный человек, не допускал самой мысли о том, что Русь можно обратить в католичество. Это было практически невозможно. С другой стороны, как реальный политик, он рассматривал все возможные варианты, всех возможных союзников. Конечно, ему хотелось избавиться от власти татар. Конечно, он знал, что существует такое явление, как крестовые походы, что римский папа, в конце концов, может организовать крестовый поход, и что этим крестовым походам, может быть, удастся сбросить власть татар-монголы. Поэтому он не был таким, знаете, абсолютным апологетом православной идеи. Он был нормальный православный правитель, который как правитель ищет всевозможные политические ходы. Ну, известная фраза – политика – это искусство возможного. И вот где что возможно было сделать, он пробовал. Известно, что папа Иннокентий IV посылал два письма, сохранились два письма его к Александру Невскому, где он говорит, что вот твой отец имел с нами хорошее отношение и даже вроде как собирался перейти в нашу веру, а ты разрешил нам в Пскове построить римского закона церковь, а вот теперь давай переходи к нам сам в нашу веру. Но эти два письма остались без ответа, потому что они написаны были в 1948 году. Первый из них в январе 1248 года, а второй уже осенью 1248 года, когда Александр находился в поездке в Золотую Орду, и не только в Золотую Орду, но и в Монголию, Батый отправил его дальше, к великому хану Гуюку. И вот поездка через практически всю Монгольскую империю, она показала Александру Невскому невероятную силу этого кочевого государства, огромный потенциал, который там в степях. Проще говоря, он понял, что бороться нельзя, что нет возможности, никакие римские, так сказать, войска сюда не придут. И когда он вернулся, он уже эту переписку не продолжает. Он прекращает ее, и мы не знаем ни о каких дальнейших его контактах с Западом. Поэтому я повторяю, что контакты с Западом, безусловно, были, и он, как трезвый политик, должен был такие контакты вести, чтобы понять, что можно сделать в этой ситуации. Но когда он, продумав ситуацию, понял, что эти контакты бесперспективные, он решительно их оборвал. Конец жизни Александра Невского, последние годы его жизни, это большая загадка для историка, потому что здесь переплетаются самые разные исторические темы, разные проблемы, которые стояли перед Александром Невским. Я думаю, что, конечно, восстание 1262 года, о котором рассказывают летописи, восстание против татаро-монголов, против так называемых бессерменов, которые откупали дань, и потом эту дань жестоко собирали с русского населения. Это восстание, безусловно, было, ну как бы вам сказать, оно было не стихийным, оно было организованным, потому что источники говорят, что там не было убийства этих вот чиновников ордынских, что их выгоняли из городов, но их не разрывали на части, как это могло быть, когда просто стихийное народное восстание. То есть этот процесс был под контролем. Какой процесс? Процесс освобождения от администрации имперской, вот той администрации, которая находилась в Каракаруме. В это время как раз происходит процесс образования независимой Золотой Орды. То есть Золотая Орда перестает платить налоги в имперскую канцелярию, Золотая Орда объявляет себя практически самостоятельным государством. И правителям Золотой Орды, в частности в это время уже правит хан Берке, брат Батыя, им нужно было сделать такой вид, что не они прогоняют имперскую администрацию, а что это вот население, в случае чего можно было отыграть назад, понимаете, что мы этого не хотели, но вот они нехорошие, они, так сказать, подняли бунт, вот. А если удастся полностью освободиться, ну и хорошо. Таким образом, Александр Невский, он имел, как бы сказать, благословение Орды на эти действия. Но эти действия он провел по заранее составленному сценарию, очень тонко, так, чтобы не вызвать резни вообще татар-монголов, которая могла привести, конечно, к карательной экспедиции. И вот это еще один пример тончайшей дипломатии Александра Невского, дипломатии на лезвии ножа, дипломатия, которая и позволила ему, собственно говоря, 10 лет быть великим князем Владимирским. Конечно, переезд митрополита Кирилла на северо-восток – это еще одна историческая загадка. Мы можем только предлагать какие-то ее решения, на 100% мы никогда не можем быть уверены, что мы правы. Но, тем не менее, дело в том, что Даниил Галицкий повел политику, цель которой было освобождение от власти татар-монголов. Но эта политика была нереальной, это была авантюристическая политика, которая могла привести, да и привела, в конце концов, к разорению владений Даниила Галицкого. То есть он начал эту борьбу, когда еще не имел достаточно средств для этого, не имел достаточного военного потенциала, орда была еще сильна. Поэтому я думаю, что митрополит Кирилл был просто очень таким здравомыслящим церковным деятелем, который понял, что будущее не за Юго-Западом, что при такой политике Юго-Запад скоро будет просто вытоптан монгольскими конями, а что будущее за Северо-Востоком. И, конечно, шли переговоры и с Александром Невским, и Александр Невский приглашал его усиленно к себе. И в конечном счете позиция русской церкви по отношению к Игу, она совпадала с позицией Александра Невского. То есть нужно терпеть, нужно собирать силы, и не нужно нарываться на погромы. Главное — сохранить людей, сохранить страну. В этом отношении, я думаю, что митрополит Кирилл был единомышленником Александра Невского, и поэтому они должны были работать вместе. Для чего нам нужен образ Александра Невского? Это вопрос можно поставить пошире. Для чего вообще нам нужна история? Александр Невский — это часть истории. Наша история — это наше национальное достояние. Это наше сокровище, которое мы должны использовать, особенно в те времена, когда страна переживает какие-то сложные периоды своей истории, трудные периоды своей истории. Сейчас Россия находится на очередном историческом повороте. И вот в этих ситуациях всегда обращаются к истории, ищут поддержки в истории, ищут каких-то аналогий, ищут каких-то советов в истории. Александр Невский символизирует, прежде всего, высокую культуру русского народа, мужество, лучшие качества русского народа, русского человека символизирует Александр Невский. И вспоминая Александра Невского, мы получаем какую-то, знаете, душевную подпитку для того, чтобы переживать наши нынешние тяжелые времена. Александр Невский, так же, как и целый ряд других великих людей русской истории, это наше богатство, и мы его храним. Вы знаете, дело в том, что наше руководство Советского Союза уже в середине 30-х годов начинает менять свое отношение к прошлому. Если раньше преобладала такая революционная, радикальная линия, что все прошлое плохо, все черное царство, то теперь, наоборот, идет возвращение к каким-то позитивным образом прошлого. Разумеется, не ко всем, но к тем, которые вызывали наибольшее уважение и которые наиболее известны были широким народным массам. И вот Александр Невский – это символ воинской славы, символ борьбы нашего народа за независимость. Поэтому вот в общем контексте возвращения к истории нашего государства это вполне естественно, что Сталин вспомнил Александра Невского и других великих людей прошлого. И это был, безусловно, очень правильный и такой сильный политический ход. Обращение Сталина с трибуны Мавзолея – это один из элементов того возвращения к общенациональным ценностям, которые происходят как раз вот перед войной и в начале войны. Это был очень правильный шаг, шаг, который позволил консолидировать наше общество, на какое-то время хотя бы забыть о тех противоречиях, которые, конечно, существовали. Но перед лицом страшной опасности вот эта консолидация – это было необходимое условие будущей победы.